Твой опыт получения H1B нельзя назвать удачным. Там лотерея сейчас. Тогда давай поговорим о твоих поисках работы в Германии. Как они проходили? Мы не сходились либо на том, что мне не нравилось то, чем мне предлагали заниматься, либо компанию что-то не устраивало. Есть ли какой-то европейский стандарт прохождения собеседований? Как проявить себя за один месяц, чтобы тебя сделали из инженера техлидом назначили? Что касается Берлина, насколько он удобен для жизни? Я предлагаю нам переходить к важной и интересной теме Big Data. Хочу сказать сразу спасибо своим подписчикам, которые приняли активное участие в составлении вопросов технических для тебя, поэтому... И самым популярным из них был то, как освоить Big Data. С чего начинать изучение? Я бы посоветовал начинать с чтения книжек. Опять же, если мы говорим про джуниор-левел инженеров, то я бы лично на собеседованиях не спрашивал знания каких-то фреймворков конкретных, не просил бы от руки написать API Spark или протокол Kafka, потому что это странный вопрос, тем более для джуниора и вообще на собеседовании. То есть больше требуются какие-то базовые знания, уже упомянутые много раз даже в течение сегодняшнего разговора структуры данных, алгоритмы. То есть это все важно для Big Data, потому что когда ты процессишь под терабайты данных, это любая алгоритмическая ошибка или неоптимальность может дорого, достаточно стоить тебе. То есть для джуниора я бы посоветовал чтение такой фундаментальной литературы. Мне очень нравился в свое время курс на курсере Принстонского, по-моему, университета, Роберта Седжвика, надеюсь, правильно произнес его фамилию. Там достаточно хороший английский у него и очень хорошо объясняются как раз вот эти все структуры данных, алгоритмы сортировки, алгоритмы на графах. Ну, алгоритмы на графах, честно говоря, не очень сильно пригождались, но в целом для разминки мозговой прокачки очень неплохо. А дальше книжка, которую сейчас очень много кто упоминает, это Designing of Data Intensive Applications. Там очень много основ того, как вообще Data Intensive Application приложения должны работать, как они должны строиться, на каких принципах основных они построены. Зная эти принципы, в дальнейшем будет проще гораздо понимать, почему та или иная технология работает, как она конкретно работает. И вот этот базис, пожалуй, главное требование при устройстве, особенно на джуниор-левелах в этой сфере. А если касаться образования, вот ты считаешь, что диплом математика нужен специалисту в области Big Data или Data Science? В Big Data, мне кажется, не нужен именно диплом математика. Но математика учит такому образу мышления, более структурированному, но это не обязательно должно быть приобретено через вузы, через математику. Если мы говорим уже про Machine Learning, Data Science, там гораздо больше математики. И не имея, опять же, фундаментальной какой-то подготовки математической, достаточно сложно будет этим всем грамотно пользоваться. То есть просто запустить какую-то модель, которую кто-то придумал и написал, и каким-то магическим образом получить какой-то результат, это можно сделать, естественно, без математики. Если ты хочешь точно применить это в своей области конкретно, заточить это под свой use case, то, безусловно, ты должен понимать, что там происходит. И если мы говорим уже про Data Science и Machine Learning, там без математики будет гораздо сложнее. Но я не уверен, что требуют прям требования, что должен быть диплом. Хотя я видел уже, что на некоторой позиции желательно мастер или PhD. В теории. То, что я видел. Но тут другой момент, что диплом пригодится, скорее всего, для эмиграции. Потому что практически в любую страну, если у тебя нет образования, тем более профильного образования, то тебе просто не дадут визу, или это будет гораздо-гораздо сложнее. Но это не обязательно должен быть Data Science, математик. Это может быть просто в области Computer Science. А насколько тесно связаны такие области, как Big Data и Machine Learning? Они, безусловно, связаны. Но, в принципе, Big Data может существовать без Machine Learning как такового. Если мы берем Machine Learning, то Big Data, по сути, предоставляет данные для Machine Learning моделей. Можно так сказать. То есть, те модели Machine Learning, которые работают поверх данных каких-то, они должны их откуда-то брать. И, собственно, подготовка этих данных, сбор этих данных, предоставление их в удобном виде – это, собственно, задача отчасти Big Data. Одна из задач Big Data. Можешь ли ты нарисовать портрет заказчика исследований в области Big Data? Для меня этот портрет – это всегда портрет моего работодателя. Потому что я не работал ни как адвайзер, ни как консультант в этой области для каких-то третьих сторон. То есть, всегда, когда я работал в этой области, это была компания. И, собственно, портрет очень простой и мотивация очень простая. То, что очень много данных витает вокруг нас, и очень хочется компании и бизнесу понимать эти данные и извлекать из них выгоду. То есть, например, в нашей сфере, в текущей, если мы сможем правильно собрать данные и спрогнозировать, например, пик спроса на машину в какой-то области, мы сможем сделать счастливыми всех. Мы сможем сделать счастливыми пользователя, потому что они получат машину быстро. Мы сможем сделать счастливыми водителей, потому что они получат заказы и заработают деньги. Мы можем сделать счастливыми бизнес, потому что бизнес получит деньги от пользователей и лояльных клиентов. Но для того, чтобы это сделать, мы должны собрать эти данные. Мы должны построить модель, мы должны спрогнозировать, где будет пик. И это, собственно, вот они все задачи Big Data и Machine Learning на конкретном примере, так скажем. Сейчас как человек, который принимает непосредственное участие в найме сотрудников, в том числе, ну, собственно, проводишь, наверное, технические собеседования, расскажи, каким стеком технологий и вообще знаниями должен обладать специалист Big Data, ну, допустим, на джуниор-позицию и для сравнения потом на синьор-позицию. Ну, на джуниор-позицию лично я никогда не прошу от кандидата и не ожидаю от кандидата знаний каких-то фреймворков, каких-то технологий очень глубоких, потому что обычно это знание приобретается через опыт, через работу с этими технологиями. Поэтому для джуниора очень важны основы, то есть, опять же, алгоритмы, структуры данных, подход к решению проблем. То есть на собеседовании очень часто важно не столько решить задачу, не столько дать прям правильный ответ, которого часто еще и не существует, сколько образ мышления и твой путь, как ты решаешь задачу, на это очень много обращается внимание. Ну, естественно, возможность оценить свое решение, протестировать код, написать чистый, понятный код. Это тоже очень важно, потому что мы работаем не в изоляции, твой код читают другие программисты. Также, если мы берем уже senior позиции, я ожидаю более глубокого понимания тех технологий, с которыми человек работал. То есть, если человек упоминает в своем резюме, что я знаю, как работает Kafka, или как работает Samza, или Spark, неважно, какая это технология, я ожидаю, что этот человек может объяснить, как конкретно эта технология работает, как она строится, что происходит внутри, за счет чего она получает те свойства, которыми она обладает, доступность, консистентность, как это все работает внутри. От senior инженера я уже ожидаю этого. И если человек мне скажет, да я работал с Kafka, но я туда закидывал данные, она каким-то магическим образом что-то там делала, я потом и читал оттуда данные, то для senior позиции это для меня будет большой красный флаг. У меня есть еще один вопрос от подписчиков, который я зачитаю, потому что важно ничего не забыть. Так, вопрос заключительный, цитирую. Есть ли опыт работы с Big Data в облаках AWS и использование AWS Glue как ATL, средства и альтернативы для Spark? Так, опыт работы в облаках в целом есть и довольно уже большой, потому что вся наша инфраструктура по сути сейчас в облаках. Это и AWS и Google Cloud Platform, это две основные платформы, в которых мне доводилось работать. И у нас даже была инфраструктура одновременно в обоих облаках мы работали. То есть у нас были процессинг-ноды и там, и там, и это все работало вместе в тандеме, так скажем. Конкретно с AWS Glue, как с фреймворком для процессинга данных я не работал. И какие-то конкретные его плюсы-минусы подсветить не могу, но мое личное мнение, что такие технологии, как AWS Glue, Dataflow от Google, они как раз позволяют очень быстро запуститься, при этом тратя минимум усилий на поддержку этого всего. То есть если у вас нет ресурсов на то, чтобы поддерживать свой собственный кластер с паркой, и вы не понимаете, самое главное, зачем он вам нужен, то подобные решения, по моему мнению, очень полезны, потому что они позволяют сэкономить кучу времени. И дальше уже чисто из опыта, когда ты используешь такие технологии, то только по прошествии времени возникают какие-то желания что-то индивидуально для тебя подтюнить, что может уже эта платформа не давать. Тогда стоит задумываться о переходе уже на свои кластера, на свои доморощенные Spark и так далее процессинговые кластеры, а до этого, если позволяет бюджет и время, и ресурсы, то лучше пользоваться облачными решениями для старта идеально. Вопрос, который, в принципе, ответ на который ты уже так или иначе озвучивал, но хочется сфокусировать на этом внимание. Какими языками программирования нужно владеть для работы с BigData? Как стандарт сейчас практически это Java искала очень много технологий, которые используют эти языки, то есть тот же Spark, SAMS, Kafka, все эти технологии, это Java искала, плюс для Data Science очень много всего на Python пишется, то есть вот эти вот, пожалуй, три основных именно языка. Если мы берем технологии, то, опять же, очень большое распространение получила Kafka, как месседжинг между компонентами, плюс ко всему качественный процессинг фреймворков, это Flink, SAMS, Spark, они выполняют плюс-минус одинаковую задачу, но по-разному, под разные юзкейсы их можно использовать, они немножко под разные юзкейсы заточены. Если мы берем хранилище данных, то это, опять же, Druid, который сейчас, кроме нашей бывшей компании, очень много где используется, я знаю, что тот же Netflix, Yahoo его используют, хорошая технология, и ребята классные работают над ним. Какой язык программирования нужно изучать для того, чтобы переходить из BigData в Data Science? Как ты думаешь? Мне кажется, что Python, очень много библиотек для работы с данными, для Data Science написано на Python, и мне кажется, что это де-факто такой стандарт и основной язык разработки именно в области Data Science. Если брать BigData, то тут очень много всего на Java и на Scala написано. Наверное, я бы немножко отошла уже непосредственно от самой BigData, но больше поговорила про конкуренцию. Ты уже успел поработать на американский стартап, сейчас ты работаешь в Германии, проходил поиски работы. Все-таки, наверное, у тебя есть какое-то понимание российского рынка. Насколько велика конкуренция в этой области, в области BigData? Я бы сформулировал это так, что конкуренция за хороших кандидатов гораздо выше, чем конкуренция среди хороших кандидатов, скажем так. Например, в американскую компанию, в стартап, в котором я работал, у нас уходило на то, чтобы нанять человека, просто несколько месяцев. И неспроста мы нанимали удаленных сотрудников, потому что удаленно было найти легче, чем в той же долине, где вроде бы очень много программистов, но найти среди них и переманить к себе – это достаточно сложная задача. То есть, если есть хороший опыт, если есть хорошая подготовка, то найти работу, просто как факт найти работу, не очень сложно. Сложнее, конечно, найти интересную работу, которая будет устраивать по всем остальным параметрам, а не только работа ради денег. Но в целом я бы не сказал, что чувствуется какая-то бешеная конкуренция. Вероятно, она существует на какие-то очень точечные позиции в очень крутые компании. Но тут, к сожалению, у меня нет релевантного опыта и каких-то конкретных вещей я подсказать не могу. Тогда про зарплаты. Не буду заставлять тебя и требовать назвать свою зарплату, если ты не хочешь, но какие-то свои знания и наблюдения было бы здорово, если бы ты поделился ими. Ты, опять же, работаешь в Германии, ты пробовался и рассматривал рынок Великобритании и другие европейские рынки, да, также американские. Ты можешь назвать какой-то диапазон цифр, которые выступают в роли зарплаты для специалистов Big Data? Все цифры, которые я буду называть, это сугубо из моего личного опыта. И, опять же, для позиций сеньор-инженеров, потому что я не смотрел на другие позиции. В Москве, пожалуй, нормальная зарплата для сеньор-инженера в этой области, это где-то 250-300 от и до, это может быть довольно большие уже деньги в плане там и полмиллиона. Я слышал про зарплаты вполне в Москве. Особенно, если ты можешь сочетать в себе Big Data плюс Machine Learning. То есть, если ты обладаешь крутой математикой и крутыми знаниями в области построения именно систем процессинга данных, вот вместе это ядерный коктейль будет в плане задач и в плане дохода. В Америке, опять же, это открытая информация. Можно открыть H1B Base или как-то так сайт называется. H1B Salary быстренько гуглиться и посмотреть, на какие зарплаты компании привозят специалистов. Лично моя компания мне предлагала на H1, если я не ошибаюсь, 140 тысяч в год. Это, естественно, все цифры до налогов, кроме российских. То есть, вот такие деньги были предложены на H1. Это не предел, далеко даже для H1. И то, что я слышал из разговоров с коллегами и другими работниками в Долине, в принципе, 200-250 для синьоров в хорошей компании в Долине, это вполне реальные цифры, если мы говорим просто про деньги, не учитывая акции, бонусы и так далее. Ну и опять же, мне кажется, стартап вряд ли предложит 250, потому что деньги обычно это не то, что у стартапа вводится в огромном количестве. Про Германию сказать немножко сложнее, потому что Берлин очень быстро сейчас меняется и очень быстро растет. Если открыть Glassdoor, то средняя зарплата senior engineer в Берлине будет, по-моему, около 60 тысяч евро в год до налогов, а налоги в Германии примерно 40%. Но сейчас, мне кажется, уже на такие деньги кого-то нанять очень сложно. То есть, более реальная вилка, это, наверное, от 80 до, может быть, 110-120 тысяч евро в год до налогов. Это для senior engineer в Берлине примерно, наверное, такая вилка, я бы назвал. Ну, касательно твоей нынешней компании, по какой методологии разрабатывается продукт сейчас? Методологии меняются, и я уже говорил, что у нас такое немножко хаотичное окружение, так скажем. То есть, много новых идей, много всего меняется, и в том числе процессы тоже меняются. Сейчас у нас больше мы приходим к такому agile разработке, как много где. И разные команды работают совершенно по-разному. То есть, у кого-то это ближе к скраму, у кого-то ближе к канбану, у кого-то ни то, ни то, и им комфортно, они выдают результат. Конкретно в нашей команде, когда я пришел, толком никакой методологии не было, никакого процесса не было. То есть, у нас просто был бэклог задач, и бэклог задач, так скажем, готовых к разработке, из которых каким-то образом инженеры брали задачу, которая понравится, и работали над ней. А что касается стека технологий, какой вы используете стек технологий в нынешней компании? Сейчас мы очень плотно в этой компании сидим на амазоновском стеке. То есть, это очень много амазоновских технологий. Кинезис, SQS, SNS, базы данных RDS, амазоновский, DynamoDB. То есть, очень много технологий именно амазоновских у нас используется. Языки, это Java, Spring в основном, сочетание такое. Но, опять же, очень много, некоторые ребята, некоторые команды пишут на Node.js, некоторые, я даже видел что-то на PHP здесь написанное, кем-то, какие-то скрипты. В нашей команде мы начали скалу сейчас адаптировать под один маленький проект, со страхом немножко. Ну, с каким страхом, опыт только у меня на скале, но ребята очень хотят что-то новое поизучать, попробовать. И мы решили испытать это на одном маленьком проекте и сервисе. Мне прям интересно сейчас наблюдать, как у них трещит и ломается немножечко мозг в каких-то местах, потому что скала имеет немножко другой подход, чем Java. Даже не немножко другой подход. И я проходил через это все в свое время. Я помню, как у меня ломался мозг, а теперь я это все наблюдаю за стороны. Это очень интересно и забавно. В твоей компании понятно, что у тебя такой исключительный случай отчасти. Ты буквально за месяц перешел с инженерской позиции на позицию тех лида. Но в целом, хотя несмотря на то, что ты вроде бы как недолго работаешь в своей компании, но может быть тебе уже удалось проследить траекторию повышения специалистов в вашей компании. Как это обычно происходит? Нужно проявлять себя, проявлять свои лучшие качества, чтобы оценили. То есть просто так, мне кажется, тайтл никто не навешивает. То есть если просто навесить тайтл на человека, он не станет от этого. То есть если ты придешь к джуниору и скажешь, а теперь ты сеньор, ну по сути ничего же не поменяется, он же не станет сеньор инженером от этого. Похожая история очень часто происходит и с лидингом, тех лидомством. То есть нужно проявлять себя, нужно проявлять свои лучшие качества, нужно генерировать идеи, нужно воплощать эти идеи в жизнь. И мне кажется, это не останется незамеченным. И к тебе начнут прислушиваться, тебе начнут больше доверять. И постепенно-постепенно ты вырастешь и в должности в том числе. Давай тогда подытожим, поговорим о том, что представляет из себя немецкий или может быть даже уже берлинский IT-рынок. Какие есть направления, которые тебе кажутся развиваются? В чем отличие от того же американского рынка, который ты хотя бы удаленно, но успел поработать? Берлинский рынок, по моим ощущениям, очень сильно такой стартаперский рынок. То есть здесь сейчас очень много компаний появляются, открывают свои офисы. И уже существует достаточно много компаний, которые здесь довольно давно. Очень много компаний, которые не немецкие по своей натуре. То есть они такой западный стиль работы пропагандируют и привносят сюда. Они используют английский язык как основной язык. И немецкий не требуется для того, чтобы устроиться в эти компании. То есть немецкий рынок, ой, берлинский рынок, он такой отличается, мне кажется, от немецкого. То есть то, что я слышал про другие города и читал, там очень часто сугубо немецкие компании. И без немецкого языка там будет сложно очень найти такую работу в таких компаниях. Берлин в этом плане другой. И он, опять же, как я уже сказал, очень быстро растет. Очень много новых компаний сюда приходит. Он находится в центре Европы. Сюда удобно. И народ из запада, из востока едет. И плюс он достаточно дешевый на самом деле. Это, насколько я знаю, одна из самых дешевых европейских столиц пока. Но он может наверстать очень быстро это все. Переход из инженерской позиции на позицию тех лета у тебя произошел достаточно внезапно в какой-то степени. И, ну, скажем, был так, волей случая. Но наверняка внутренне ты уже понимал, что ты готов занять эту позицию. Именно поэтому ты ответил «да». Какие вопросы себе нужно задавать, чтобы понимать, что ты готов к этой позиции? Я имею в виду скорее в плане soft skills. Есть цитата от личного писателя Рея Брэдбери, что нужно прыгнуть с обрыва и уже по дороге отрастить крылья. Мне кажется, что в карьере, если ты хочешь двигаться быстро вперед, то очень часто этот подход нужно применять. То есть у меня не существует такого чек-листа, где я бы сказал «так, этот пункт готов, этот пункт готов, все, можно начинать». То есть было страшно, потому что все новое, я никогда этого не делал, я никогда этим не занимался. Но в процессе это все знания дорабатываются, какие-то книжки, статьи, общение с более опытными коллегами, у которых гораздо больше опыта в этой сфере, помогает тебе выплыть. И плюс ко всему менеджмент, во всяком случае в нашей конторе, они же тоже не такие, что мы дали ему задачи вот эти, пусть барахтается, выплывет, тонет, неважно. Они помогают, они подсказывают, то есть я могу прийти и спросить, у меня есть проблема, подскажите, какие есть возможности решить это, если я сам не могу решить ее. Поэтому, мне кажется, не существует чек-листа, нужно просто понять, что ты хочешь этим заниматься. Если тебе хочется попробовать, нужно искать возможности попробовать. Есть такие этапы, которые уже очень много раз были озвучены на моем канале, и они свойственны американским компаниям, и Европа уже, в принципе, по тем же правилам следует. Для тебя лично, когда ты проводишь собеседование, какие есть так называемые red flags, на которые ты обращаешь внимание, и когда их видишь, слышишь, ты все, думаешь про себя, нет, этому кандидату точно нет. Все зависит от типа интервью, потому что я провожу несколько типов интервью, это как кодинг интервью, когда человеку дается задача, и он должен, по сути, написать код, который решает эту задачу. Это часто просто более-менее алгоритмическая такая задача. И architectural interview, это уже для senior level, то есть architectural interview junior не дается, где дается очень общая задача, чаще всего близко к какой-то предметной области компании, которую она решает на каждодневной основе. И человеку предлагается задизайнить такое решение этой задачи, при этом задав уточняющие вопросы и лучше определить скоуп этой задачи. И разные red flag, собственно, красные flag, разные на эти типы собеседования. Для кодинга интервью в большинстве, например, если человек пишет совершенно не считаемый код, который невозможно или очень сложно понять, это большой red flag, как говорится. Если человек не тестирует свой код, не может проверить, насколько он правильно написан, это тоже red flag. Также, если он не знает каких-то основ и путается в определении вычислительной сложности или сложности по памяти алгоритма, который он реализовал, это тоже red flag для меня. Если мы берем architectural interview, то тут очень многое на усмотрение как раз интервьюера, то есть тут абсолютно нет правильного решения. И для меня, пожалуй, red flag, если вообще человек не может, не знает, с какого из стороны подойти к решению этой проблемы. Потому что, как я уже сказал, это собеседование, это обычная senior позиция, и senior позиция предполагает, что тебе не говорят, что конкретно нужно сделать и что конкретно нужно запрограммировать. Тебе дают очень общую высокоуровневую задачу, которую ты сам должен декомпозировать и найти решение для нее. Это как бы часть задач senior. Если человек с этим не может справиться, если он не знает, с какой стороны начать раскручивать эту проблему, какие вопросы задачу уточняющие, то это большой-большой red flag, который, скорее всего, нет. Но, в целом, для кандидатов я бы посоветовал почитать блоги Facebook, Google, то есть практически любая крупная компания, она выкладывает у себя, что они ожидают от кандидатов. Они дают ссылки на видео, ссылки на статьи, которые можно почитать и понять, что от тебя будут ожидать, что такое хорошо, что такое плохо на интервью. И очень много компаний следует практикам вот этих гигантов, как Google и Facebook. А что касается soft skills? Все-таки, наверное, бывают какие-то писанные компании правила, каким должен быть кандидат, какая у них культура компании. Но, тем не менее, как правило, человека подбирает к себе в команду конкретный тех-лид или менеджер, и ты смотришь и знаешь, какие люди у тебя там работают. Вот, чтобы попасть в твою команду, какими soft skills нужно обладать? Я не проводил пока что собеседование именно behavioral интервью таких, что называется, но мне должно быть с человеком комфортно. Комфортно разговаривать, комфортно общаться. Мне также очень важно, например, чтобы у человека было свое аргументированное мнение, и он мог за него постоять, его объяснить. Но в то же время не упирался, если он понимает, что он не прав, что он, нет, я дожму этот вопрос, потому что я не могу сдаться и признать, что я не прав. То есть, это должен быть комфортный диалог. То есть, кроме всех технических скиллов, этот человек, он будет работать не в изоляции, он будет работать в команде, и он должен уметь слышать, слушать, и должен уметь донести свою точку зрения до своих коллег. Это для меня очень важный скил. Спасибо тебе, Максим, за интервью. Оно получилось действительно информационным и интересным. Было много моим подписчиками задано вопросов, которые, ну, как ты сказал, достаточно узкие. Поэтому мы сейчас вот в ходе интервью с тобой решили, что ты создашь либо телеграм-канал, либо слэк-канал. У тебя еще есть некоторое время, пока интервью опубликуется. И я думаю, что там у людей будет возможность прочитать ответы на те вопросы, которые они задавали. Может быть, как-то пообщаться с тобой. В общем, поэтому заходите в описании к этому видео, в прикрепленном комментарии. Также будет ссылочка на твой блог. Пока непонятно, что это слэк или телеграм, но таким образом мы тебя призываем к тому, чтобы ты что-то завел и делился своим опытом. Окей, буду рад ответить на вопросы любым доступным способом для подписчиков и для меня. Поделюсь, чем смогу, как говорится. Спасибо тебе за интервью. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить следующие выпуски. Спасибо еще раз, Максим. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok